С наступлением холодов традиционно увеличивается число карманных краж. Надевая объемную одежду, люди хуже чувствуют, если злоумышленник залезает в карман. При этом раскрываемость таких преступлений всего около 30%. Где орудуют карманники, как находят жертв и как уберечься – в сюжете Людмилы Батюшкиной. Айбар Тажибаев уже 12 лет работает кондуктором. Воров карманников узнает с первого взгляда и несколько десятков их знает в лицо. Говорит, как правило, те заходят в автобус вдвоем или втроем. Один отвлекает, второй вытаскивает кошельки. Едут только одну остановку. В салоне у них глаза же разбегаются. Туда-сюда смотрят. Я им сразу говорю, уходите. Они в час пика ходят, когда много людей. И постоянно они женщин воруют, заметят. Мужиков нет. Однако с оснащением автобусов камерами карманники стали заходить реже. Теперь выбирают маршрутки, где камер еще нет. Крадут на остановках. Здесь автобус. Везде ходит спереди, ходит сзади, ходит внутри, середине. Это везде уже зафиксировано. И уже человека можно сразу найти. Если коснется, например, кража, что-нибудь. Информатор говорит у нас тоже. Ну, на всякие вот. Предупреждает пассажиров. Советы, что это? Кошелек, телефон. Всегда, это, как сказать, внутри, в карману как. Подальше. Да. Поглубже. Да. Поглубже, да. Чтобы, это, не быстро, чтобы забрали там, чтобы… Основные места охоты карманников – многолюдные места, торговые дома, рынки. Своих жертв злоумышленники выделяют из толпы сразу. Как правило, чаще это женщины и дети. Экспериментально установлено, что в основном жертвы двигаются медленно и неуверенно, погружены в себя, рассеяны, чем-то увлечены и не замечают окружающего. Часто воруют у людей, которые что-то читают в сотке на ходу. В автобусах орудует в основном в толпе в момент захода в салон. В управлении полиции есть специализированная группа, которая ежедневно в такие моменты ловит карманников. В 70% случаев крадут сотовые телефоны, реже кошельки. Мобильники потом сдают в магазины на запчасти. Пострадавшие часто обнаруживают пропажу только дома спустя несколько часов и не помнят, где это случилось. У нас много случаев было, когда наши граждане очень большие, крупные суммы держали в кошельках. Либо держат банковские карты и туда приклеивают пин-код. Либо держат этот пин-код на отдельном месте внутри кошелька. Лучше, мне кажется, хранить пин-код внутри сотого телефона, либо под каким-либо именем. Сохранить в контакте. Чтобы уберечь свое имущество, полицейские советуют соблюдать элементарные правила. Прятать кошельки только во внутренние глубокие карманы, сумки держать застегнутыми и перед собой. И быть бдительными в толпе.